Добрый вечер дорогие друзья И вызвано это было только лишь действительно вот этой ситуацией Там эпидемиологической, прости меня, господи Все было запланировано немножко по-другому Там должны были быть концерты 4-5 ноября Пришлось один отменить, другой перенести вот на 12-е И так вот в связке делать совсем рядом Не совсем для меня просто, но с другой стороны То, что вы приходите, это вот энергетика, она немножко позаправила Не немножко, это наверное самое главное Оно позволяет чувствовать себя нормально Концерт осенний, я его всегда так называю У него есть какие-то некоторые особенности В отличие от концерта, который на день Советской Армии Военно-Морского флота или на день Победы Или на мой день рождения, который привязан иногда Там осенний он плавает, вправо-влево не сильно, но тем не менее Ну, все-таки какая-то бывает тематика, определенная осенью Опять же, но я об этом тоже потом расскажу Ну, собственно говоря, что говорить Осень наступила, уже давно идет Вновь барабанит дождь по крыше Мечтает стать морем на лучше И воду всю на землю выше У него туча ветер кружит Темно за окнами ненастье А мне здесь светится полста герца Мне дождь, печаль, все смоет сердце И значит, он сегодня к счастью Осень И небо нынче цвета стали Деревят листва устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится По паркам ветер листья носит Неделя тянутся резины И таз голодный булку просто Когда иду из магазина Ебо так сью жила погода Как я, прадрога, жестоко И как ему мне одиноко Видать, такое время года Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится Субтитры создавал DimaTorzok Дождем не видно нынче края Мечтают стать морями лужи А я по-прежнему мечтаю В душе избавиться от стужи А я мечтаю улыбнуться Может даже рассмеяться Не превратиться ближе в паяца Мечтая к себе вернуться Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится Спасибо Спасибо Кстати, ну я же всегда между песнями люблю поболтать Здесь висит очень много фотографий Тех людей, которые здесь выступали, выступают Совершенно не собирался это сказать Но что-то пока пел, пришло на ум Это очень старая песня И однажды я еще таким молоденьким лейтенантом Выступал на конкурсе авторской песни Где-то там в Беларуси И в жюри сидела Вероника Долина Она здесь есть на фотографии Она здесь тоже выступает И вот я помню, спел эту песню Она говорит Почему восемь дней в неделю? В неделе семь дней Ну в жюри Разбор песни Я такой стою говорю Слушайте, говорю Ну вообще-то Вот пожарным не задают вопрос Почему они должны спать 25 часов в сутки А вот ведь выкрутился Да, ну вот так было Это было очень давно Песня память не изменяет Году 88-89 Прошлого века, прошлого тысячелетия Вот, ну конечно мы собрались здесь Я всегда говорю Споем и полетаем Ну конечно мы будем летать сегодня Поэтому будем летать Помню, мы в школе учили стежок Классик поэт В нем рассказывал детям Мол, хороши все работы, дружок Сотни профессий на нашей планете Выбрать на вкус я не принял совет Я за отцом и за браком тянулся Ну и конечно примером будет Тот, что из неба войны не вернулся Бабушка мне говорила, внучок Колюш, летаешь, летай аккуратно Бог тебе в помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Годы летели, я с ними летал Годы летели, я с ними летал Вообще тогда, когда прямо в металл Мне молотели снарядка и поле И в этот миг мне казалось предел В миг, когда тетка с косою цеплялась К бабушке срочно вернуться хотел Чтоб мне с порога она улыбалась И как тогда говорила, внучок Колюш, летаешь, летай аккуратно Бог тебе в помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Время, как пуля, на вылет или влет Бабушка к деду давно улетела Только мне кажется, каждый полет Смотрят они, чтоб меня не задела Дед словно рядом команду дает Бей их, внучок, а такой я прикрою Отвоевал я теперь твой черед Помнишь, что с бабкой мы рядом с тобою Бабушка с дедом твердят мне в дучок Колюш, летаешь, летай аккуратно Бог тебе в помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Бабушка с дедом твердят мне в душе И я летал, в небе летал Да, я летал, с дедом твердят мне в душе Но не всегда аккуратно Всю жизнь летал, было, а влетал Но возвращался обратно Возвращайтесь всегда обратно Да и все остальные тоже Возвращайтесь обратно, как говорю, штатно Не важно, это вы пришли домой, не поймав кирпича на голову Либо, приземлившись, надо спускаться по стремяночке Рассказывал всегда, но все равно, повторюсь Самое сильное воспоминание с этой песней связано после концерта в Сирии Когда я первый раз ее пел Есть у меня вот пару песен, в которых я боюсь сбиться после событий каких-то Потому что когда-то первый раз я спел И в этот миг мне казалось не предела на П и на Ц Ярой, извините, полковник вертолетный, именно это слово Про вертолетного полковника вспомнил? Да Светило ярко солнышком, извините Убитый грач Обломками молчал Пищал комара чая на Спасите Оживляючек Он не сообщал Була надежда призрачная и шутка До смерти здесь, как в песне, три шага И наша лентокрылая лошадка Внесла нас прямо к черту на рога А в это время мальчик на ферраре Носился по Москве и по пути За час устроил несколько аварий Пытался от гаишника уйти А мы пытались летчика найти Нам вроде как везет, но так не шибко Мы видим парашют Заметен бой Нам дробью барабанных по обшивке Но главное, что парень наш живой Мы не поем безумство храбрых песню Играть привыкли марш, а не романс Плечом к плечу с любимой птичкой вместе Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс А в это время по Москве булгаре Направо и налево всем хамя По тратуару в золотом ферраре Мальчишка несся голову сломя Мы тоже тут несемся, но дымя Блин, нам трейсеры все небо украшают Там снизу бородатых прям аншлаг Что делать с нами, боженька решает Мы живые, хоть машина как дуршлаг Нам лючек снизу машет, сухо, дети Держась, браток, еще не кончен бал Нам ярко светит солнышко в зиме Ты бан, браток, который не пропал А в это время из феррари мальчик По телефону папу набирал Показывал горишнику вверх пальчик И звезды снять с погонов обещал А нас без обещаний Бог спасал Со скоростью феррари уходили И где-то у нуля высота мира Мы нашего парнишку уносили А он ревел нас так, хоть офицер Мы тоже слезы тщательно скрывали А говорят, летают смычки Мы пальцы ему долго разжимали Он вниз сжимал гранаты Без чайки Спасибо Я вам говорил, что сегодня концерт будет с определенным уклоном Он не только осенний, но просто все время так получается Что именно рядом В этой дате Это день армейской авиации Который случился буквально две недели назад Чуть впереди Три недели с копейкой Будет день рождения Московского вертолётного завода имени Миля Ну это вроде как завод Но на самом деле это именно конструкторское бюро Где создают и проектируют замечательные машины А собственно говоря, даже вот три дня назад Четыре, девятого ноября, если мне память не изменяет 102 года было со дня рождения Непосредственно Михаила Леонидовича Милем Поэтому, может быть, сегодня немножко у меня будет такой уклон В вертолётную тему Может не сильно, но тем не менее он будет присутствовать Годы птицы улетают По земле меня болтает А точнее выше Над землей Не до жиру быть бы живо С винта крылою машины В небе мы живём одной семьёй По ущельям и вершинам С винта крылою машины Пишем то ли сказку, то ли были Вместе с ним по небу ходим Мы друг друга не подводим И спасибо вам, товарищ Миль Выручила, где казалось Шансов нам не оставалось И не превратила нас в утиль Та, что в небе Атты-батты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонидович Милем Та, что в небе Атты-батты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонидович Милем Мы нередко с ней прощались Честным словом, возвращались А потом на матушке земле Экипажем водку били За машину и за миля Мы на ней, как бабка на метле Мы на ней, как змей Горыныч Тоже можем землю выжечь Или как ковёр, но вертолёт Только чаще в этой сказке Как усталая собраска Из последних сил она всех спасёт Терпеливо лямку тянет И молотит лопастями Днём и ночью В бурю или штиль Та, что в небе Атты-батты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонидович Милем Та, что в небе Атты-батты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонидович Милем Ей поклонятся солдаты Те, кто выжил в медсанбатах Не для них теперь её родней И гражданские пилоты За совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней Возят даже президентов И на разных континентах В небе Словно рыбкой в воде Пусть не в меде И не в глянце Уважают иностранцы Знают то, что выручат Везде Над полями и лесами Ледяными полюсами Кружат, поднимая Снег и пыль Та, что в небе Атты-батты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонидович Милем Та, что в небе Атты-батты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонидович Милем Михаил Леонидович Милем Михаил Леонидович Милем 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 В армейской авиации Не только армейской авиации Именно в винтокрылых Потому что это праздник Для всех в общем-то Вашим временем Эти люди Я всегда говорю Если кто-то есть Вы поднимитесь пожалуйста Эти люди Которые ближе всех К земле И Которые все время под огнем Я не вижу Но Вы легендарные люди Я просто еще бы хотел Отдельно сказать Про моего близкого друга Которые сегодня Здесь присутствуют Это заслуженный Военный летчик России Александр Николаевич Алишагин Просто Ему совсем скоро 60 На днях И Он прощается С авиацией этой Саша дорогой Тебе тоже здоровья И Ну День рождения еще не наступил Но он будет А вот он там Вот Мы еще сегодня Попоем про вертолетчиков Да Следующая песня такая Ну я как бы не сильно У меня все время Репертуарный концерт Он собирается внезапно Как-то Иногда даже вообще По ходу концерта Тут буквально Позавчера раздается звонок Такой ночной У меня ночные звонки Всегда вызывают Двоякое ощущение Раньше Они вызывали чувство Такое просто А ну да опять Где-то летчики пьянствуют Ну и как правило Большинство Это так К сожалению Со времен начала Сирийской операции Было ну так Что Именно такие Ночные звонки Приносили не самые лучшие Вести Вот Поэтому я очень нервно Отношусь к этому Иногда это бывает Комично Иногда трагично Лучше когда Действительно комично Вот Ну вот Буквально на днях Опять же звонок Но это уже люди Из Кубинки Которые сейчас Русские витязи Находятся в Дубае Мы прилетели Ты знаешь какую мы Песню слушаем? Ну я представляю Ну конечно Я уже знаю Потому что Когда-то песня была Написана Именно про Визит в те края Именно того Ближнего Востока Не в Дубае А в Бахрей Но тем не менее Мне всегда приятно Очень когда Мне вот Именно Такие вещи приходят По телефону Или там В виде каких-то сообщений Для меня это всегда Действительно Дорогого стоит Летим в Замбурскую страну Что далеко в чужих широтах Мы на военных самолетах Но наш маршрут В цене на войну Летим В нерусскую страну Как по линейке в небесах Мы чертим следы Мир зеленый Меняя снизу Страны Зоны И часовые пояса Мы на работе В небесах Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Коль заниматься Летным телом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все запретело На земле давно все Запретело Летим туда Где чтут Коран Коран Там авиация В Халфове И кто главней У них Не спорят Верблюды Или аэропланы Не спорят Там Мусульман Мы им Открутим Пилотаж Мы им Сорвем Восторг Аплодисменты Ведь Помнят Страны Континенты Все знают В небе Почерк Наш Наш Russian Crazy Пилотаж Мы Небом Одержимы И Это Не на час На жизнь Околи Заниматься Летным Делом Предельные Режимы Не так Тревожат Нас Как то, что На земле Все Запретело Там На земле Давно Все Запретело Дай Бог Нам снова Над Москвой Пройти Дать Салют Обеды На нас С небес Посмотрят Деды И Вспомнят Свой Последний Бой Под Замерзающей Москвой И Дай Господь Сберечь Орлят Чтоб Не прижилось С нуля Сначала Виска Жидук Покрышки Чкалов На помощь Нам не прилетят Покрышки Там На небе Не Прости Мы Небом Одержимы И Это Не На Час На Жизнь Хоре Заниматься Летным Делом Предельные Режимы Не Так Тревожат Нас Как То Что На земле Все За пределом На земле Давно Все За пределом Да 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 Мы Небом Одержимы И Это Не На Час На Жизнь Хоре Заниматься Равным Отделом Предельные Режимы Не Так Тревожат Нас Как То Что На земле Все За пределом Там На земле Давно Все За пределом Так Жаль Что На земле Все За пределом Трех Там 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас на родине метель В процессе работы Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет Этикета Сюда не отдыхать Пришли не в гости Мы днем и ночью Бомбы и ракеты В калачевым царе Словно гвозди По самому прямому назначению Здесь каждый вылет боевой От напряжения кипишь Кабина славно Дом родной Вот только жени не поспишь А хочется Очень Особенно ночью Который месяц не до сна И не уйдешь На билетин По распорядку Здесь война Что день Что ночь Рабочий день Здесь все на пределе Назначены Цели Мы в нужный час И в нужном месте Выпадем с небес И сразу станут цифры Двести Духерсева крест Прицельный марки Донгий крестик Миг на них Поставит Ширный хлеб Мы делаем здесь то Чему учились Все годы на занятиях И учениях Буржуи возмущались Но случилось Мы в деле По прямому назначению Нам в этом небе Не до этикета Сюда не отдыхать Пришли не в гости Мы днем и ночью Бомбы и ракеты В колачивом цели Словно гвозди По самому прямому Назначению И вероятные друзья Нам скажут просто Парегут Летать помного Им нельзя У них нормированный труд Им бедным Пить сладко Жить по распорядку К смертям уже не привыкать Словно гвозди Словно гвозди Мы делаем здесь то Чему учились Все годы на занятиях И учениях Буржуи были против Но случилось Мы в деле По прямому назначению Нам в этом небе Не до этикета Сюда не отдыхать Пришли не в гости Мы днем и ночью Бомбы и ракеты В колачивом цели Словно гвозди По самому прямому Назначению По самому прямому Назначению По самому прямому Назначению Ветра с утра Вовсю в полях гуляют Устроили какой-то Шумный пир И тучи земля Клощьями цепляют Как будто бы замерз Молчит эфир Наверное уж лучше Снега в июле Чем этот ливень Молнии гром Синоптики Нас снова обманули Про дорог До самых плит Аэродром А зябленно стоял Как самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила Все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем И жены радость Тщательно скрывают Дождя убедив Слезы на стекле Пускай гремит И молнии Сверкают Спокойнее Пока мы на земле И кажется Что небо цвета хайки Его расчертит Молнии Злом Грустят Аэродромные Собаки Укрышись И на земле Пусть Под крылом А зябленно стоян Как самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила Все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем И время Как компьютер Вдруг зависло Мы на высотке Гута Под шатром Ударить шар Бильярдный Словно выстрел И где-то Канадный фронт Гром Напомнит нам О том Как мы летали В сердцевых небесах Дождях войны Погода Нас тревожила Едва лет Летали Только ждали Тишину А зябленно стоян Как самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила Все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем А зябленно стоян Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила Все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем Ждем Песня такая Для меня Она не самая грустная Совершенно не грустная Но тем не менее Какое-то грустное Вступление Получается Просто так получилось Что буквально Позавчера Ровно год Как в Армении Был сбит Ми-24П С российским Экипажем Один летчик К счастью Остался в живых А Юрий Ищук И Роман Федина Они погибли Ну это Известные события Этого конфликта Между Азербайджаном И Карабахом В результате которого Действительно Был потерян Российский Экипаж И Азербайджан Попросил Прощения И все По мне Это неправильно Ну ладно Но песня Про этот Вердожность Пласточки летают Над землей Низка Значит Снова Непогода Моутюжим Небо Здесь Полгода Значит Полтора И я живой Натри Умножается Войной Вот и с нами Видно Все на глаз Если мы летим Предельно Низко Это значит Нам Доцель Близко Крайней И последней Этот раз Бог решит Мы верим Он за нас И конечно Верим мы В бою Той что Никогда Не подпадила Кто-то Называет Крокодилом Птичку Про которую Пою Ласточку Петнистую Мою Подтвердят Нам Трассер Расчет Не ошибся Летчик Оператор Лечен Как в фильме Терминатор Все что Снизу Убирает В лед Нас Приведут Тем не нашим Шлеват Скажет Кто не страшно Вранье Нас Пугает Снизу Пулей Дурой Отвечая Все номенклатуры Птичка Разметает В воронье Мы Втроем Подъем У нее Душу Винтокрылую Свою Вместе С нами Ты Не поглупила Обозвал Кто-то Крокодила Ту Что Выручает Нас В Пою Ласточка Петнистую Мою За спиной Молотит Пулемет Бортовой Наш Парень Не из-за Робки Обложился Лентами В коробках Пулеметный Сам Себе Расчет Бортовому Общий Наш Зачет Напись Что Опасно У хвоста Дилан То Что Вместе С нами На краю Ласточку Петнистую Мою Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Мы видим огонь из всех стволов, Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернём, Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу её за ручки, Словно в танце кружим мы вдвоём. Мы танцуем танго под огнём, С той, которой песенку пою, С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом Обзовёт любимую мою, Ту, что выручила нас в пою, Ту, что вместе с нами на краю. Ласточку петистую мою. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я просто почему упомянул, наверное, вот это печальное событие. Для меня просто это очень дорогие люди. Это авиабаза Еребуни в Ереване. Я когда там выступал, ну, это было несколько лет назад, А эти ребята были живы. Мне там такой подарок сделали, среди всех прочих. Такой футляр такой из дорогого дерева, ну, с надписью мне. Вот там замечательный музыкальный инструмент армянский – дудук. И вот он у меня лежит дома. И я всё думаю, как бы на нём научиться играть или что, я не знаю. Звук действительно очень потрясающий. Вы наверняка слышали. Даже, ну, у меня вылетела сейчас фамилия из головы самого известного армянского музыканта, который на дудуке играл. Ему было уже под 90 лет. Он в прошлом или позапрошлом году ушёл из этой жизни. Мы с ним были знакомы. И вот есть у меня кое-какие идеи насчёт этого инструмента. Но я всегда, когда пою песню про Ми-24, конечно же, нельзя не спеть следующую песню. Про самый великий вертолёт, я считаю, тех времён и народов. Буквально, опять же, вот когда был день армейской авиации, то происходили мероприятия по присвоению имён вертолётам на нескольких авиабазах. К примеру, МИД-26 присвоили в Каменск-Уральске на бригаде армейской авиации имя Виталия Егорыча Павлова. В Зернограде, опять же, МИД-26 имя героя Советского Союза письменного. И, среди прочих, в проекте приказа, когда он шёл по инстанциям, было и присвоение имени вертолёта МИД-26 то есть героя Советского Союза и героя России Николая Савиновича Майданова. Вчера, когда я в Питере выступал, не успела Татьяна Майданова приехать на концерт, его жена. Я никогда их не называю вдовами. Это жена. Это как Галка Ткаченко мне сказал, я не вдова, я жена. Вот. И вот, когда приказ лёг, проект приказа лёг на стол к начальнику генерального штаба Герасимову, очень уважаемый человек. Это было просто очень потрясающее и наверняка правильное решение. Он зачерпнул МИД-26 и написал МИД-8. Потому что Николай Савинович именно на этом вертолёте всю жизнь работал и в нём же он и погиб, сохранив в жизни тех, кто был на борту и очень важных людей. Вот. Ну, это такая прям была. Я вернулся. Весь набитый до отказа, Я принёс их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотых, Взял я всех живых трёхсотых, Три-двухсотых. Я их принял под завязку В окровавленных повязках дальше, Сказка. Что движок не захлебнулся, Что я чудом увернулся, я вернулся. Знай, судьба моя такая, Тридцать лет в бугерах летаю я устал, Наверно, это моя осень. Не участвую в парадах, Что мне думать о наградах, На пределы наизносит я, Ми-8. Я вернулся. Я вернулся. Провокировать не умели, Мы зацепили. Капитан, что в левой чашке Матерился, было тяжко, Мы на рубашках С ним, наверное, и родились, Потому что они разобились, Возвратились. Знай, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю я устал, Наверно, это моя осень. Для меня запчасти ищут, Жалко будет, если спишут, Съявят старый наизносит я, Ми-8. Я вернулся. А в соломи наследили, Пятна бурые застыли, Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, Капитан ко мне вернулся, Затянулся. К борту мне ладонь прижала, И ладонь его дрожала, Так устала. Говорил, что все в порядке, Глазил мне рукой заплатки И заплакал. Вот судьба моя какая, Тридцать лет в горах летаю я устал, Наверно, это моя осень. Хоть тяжелая работа, Все равно летать охота, Пост по войнам о меня носит. Я Ми-8. Я Ми-8. Ура! Ура! Спасибо! Как я говорю, в этом году случилось нарушение гегемонии милевской фирмы в сфере моего репертуара, потому что наконец-то появилась песня про хамовскую машину. Я не слишком много пока еще пел, образно говоря, потому что все эти милевские песни, конечно, имеют больше лет в авиации эксплуатации, но для меня дорогого стоит, когда какие-то отзывы приходят, и эта песня пошла где-то по интернету, и люди что-то пишут. Из Арсеньева, помню, испытатели, там, а, спасибо, наша машина. Для меня, ну, вот эти все отзывы очень дорогого стоят, в том числе, наверное, одно из самых таких вот дорогих для меня, как сказать, дорогих оценок моего хорошего друга. Он написал, вот так и было там, где мы работали. Он вообще испытатель, я не буду называть его фамилию по известным причинам, но я знаю, где-то он здесь в зале есть. Я все время так с улыбкой на него посмотрю, когда он надевает парадный китин, у него нет этих всяких вот там юбилейных наград, там всего пять наград всего. Три ордена мужества, орден за военные заслуги и медаль за твабу. Когда от него именно пришло сообщение, что именно так все и было, мне полегчало, в плане того, что, ну, все получилось вроде. Макс, спасибо, что пришел, надеюсь, ты где-то здесь. Спит под солнышком устало, нам всего-то надо мало, только бы начальство дало нам чуть отдохнуть. Наш режим необычайный, мы работаем ночами, но нередко нам и днями не дают уснуть. И закат уже олеет, снова ждут нас Бармалей, как Челковского корнея, вредные точь-в-точь. И над нами жирнофами два венка над головами, рубят воздух лопастями, мы уходим в ночь. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, алиготор песенку играет на вентилях. Кто-то скажет, ага рушит, алиготор петь не может, наш поэт как тенор. Тах-тах-тах! Бах-бах-бах! И баритоном. Тах-тах-тах! В ночь уходит наша пара, и луна как будто фара. А нам хотя бы до удара вырубить ее. Мы рельеф буквально лежим, только никуда уж ниже. Это вам не по Парижу, променад мой сё. Под луной мы целью в деревне бета, серов пунктира, и разносится в эфире наш российский мат. Это значит, мы уцели Бармалии на прицеле, и ракеты им пробили дружно шаг и мат. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, алиготор песенку играет на вентилях. Кто-то скажет, ага рушит, алиготор петь не может, наш поэт как тенор. Что нас ждет, никто не знает, нам нередко прилетает чудотворец, нас спасает Николай Святой. Из иконки над прибором, он на нас глядит с упором, а иной раз и за двором ходит с нами в бой. Ночь закончится зарею, мы несемся над землей, и на блистере змеею дремлет пирошнур. Он зигзагами свернулся, дай нам бог, чтоб не проснулся, и домой наш борт вернулся. Хватит переговор. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, алиготор песенку играет на вентилях. Кто-то скажет, ага рушит, алиготор петь не может, наш поэт как тенор. Так-так-так. Бах-бах-бах! И баритона. Так-так-так. Мы в усталости убиты, и комбезы как облиты. Алиготор наш избитый поперек, и обдалдь живы. Верим мы, не верим, мы откроем ким, мы дверим. И полиция проверит нас на алкоголь. Алиготору досталось, и забывши про усталость, Тихнорям за день осталось в строю его вернуть. Ну а нам-то надо мало, спим под солнышком устало, Только по ночам спадал нам нам чуть отдохнуть. Сверноте, ага в пустыне и в очках пейзаж по стиле, Алиготор песенку играет на вентилях. Кто-то скажет, ага рушит, алиготор петь не может, наш поэт как тенор. Так-так-так. Бах-бах-бах! И баритона. Тах-так-так. Бах-бах! Бах-бах! И баритона. Тах-так-так. Спасибо. Друзья, дорогие мои, сейчас вот такая у нас будет небольшая пауза, я поясню. Я, если кто-то следит за тем, что я там писал в интернете, у нас сегодня здесь на концерте очень интересное, я считаю, знаковое событие. Это презентация книги, фотоальбома моего замечательного друга. Это очень известный человек в мире авиации. И все, что связано с фотографией и видео. Фотографов инвенционных, вот как-то там мнения разнятся, кто самый лучший. Это может быть Хигаона. Ой, отставите. Это Хигаона, это тренер по каратэ. Это у меня с ним тоже связано кое-чего. Вот. Ладно, не буду их перечислять. Но, в моем понимании, самый лучший видеооператор и постановщик этих съемок – это Артур Саркисян. Мы даже на НТВ, ну, я там все-таки работаю чуть-чуть, делали программу про него целую в разряде программ «Авиатор». Это было очень давно. И я считаю, сегодня это вообще совсем другой уровень. И, наконец-то, я знаю, что этот проект у Артура рождался очень долго. Это все очень непросто, так же, как для меня выпустить диск, а для него сделать эту книгу. Что я, собственно говоря, рассказываю. Вот руководитель направления конструкторского бюро имени Ильги Ушина Артур Саркисян. Пожалуйста, он не один выйдет на сцену. Я его очень рад сегодня здесь видеть. Братское сердце, давай, иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, давайте тогда... Тогда представлю. Артур Саркисян. И в руках уникальное издание «Глубокое погружение в небо». Это весьма необычная книга, потому что презентация этой книги была и на Максе 2021, и на многих значимых площадках, и не было ни одного равнодушного человека. Потому что летчик, летчик-истребитель, начал фотографировать еще тогда, когда это нельзя было делать, это было запрещено. Но были особые уловки, и все равно летчик-истребитель еще и стал фотографом. Тем фотографом, который нам может рассказать и показать с высоты полета. И самое интересное в этой книге еще то, что здесь есть QR-коды. Мы не любим это слово QR-кода, но в данном случае они играют значимую роль, потому что при помощи QR-кода можно выйти и посмотреть видео, можно увидеть фильмы. И, конечно, издательство «Вегапринт» — это то издательство, благодаря которому смогла состояться уже третья книга о небе. И вот здесь, обратите внимание, стоит Виктория Радишевская, генеральный директор и главный редактор. И еще совершенно один дабы. Да, да, вот я сейчас, видите, как хочется сказать сразу нам вместе про это, что премия «Золотое перо России» — это высшая награда журналистов. Спасибо. Я вам покажу секунду, чтобы не занять ваше время. Если не слышно, дорогой Коль, я тебе в память о небе, небе Жуковского. Это наша книга, да, мы с тобой там много-много встречались и на авиасалоне. Ну, о Жуковском все знают, это где в небо обнимаются самолеты, работают лучики-испытатели, работает Артур Саркисян. И много здесь песен бывает, вот двоим мюзиклами. Например, Света Капанина очень часто летает под музыку, многие другие. В общем, вот этот альбом классный. И благодаря твоему творчеству он стал нам еще ближе и ближе. Целуем тебя, любим, и новых тебе словушки. Валюсов поискать. Кстати, Света Капанина должна была сегодня здесь быть на этой презентации, потому что, ну, я даже так скромно скажу, я в числе героев этой книги, а она вообще совсем герой этой книги. Ну, она сегодня пошла к стоматологу, и это закончилось тем, что я ее не прянусь. Это по отдельности сделаю. Это секрет выдал. Да, да. Ну, летчики, они вообще не секрет, что самые талантливые люди на свете. Снимают лучше всех, поют лучше всех, стихи пишут лучше всех. Ура! За наших любимых, прочих. Друзья, мы не представили, мы не представили, но я сама Ольга Лебедева, телерадиоведущая, веду авторские программы, журналист, ведущая светских мероприятий. Конечно, все, что касается культуры и продвижения, популяризации, особенно то, что связано с небом, я всегда ваша. Спасибо. Сегодня, обратите внимание, при выходе вы можете приобрести эту уникальную книгу. Это шикарный подарок на Новый год. Спасибо. Я бы сказал, что это не просто на Новый год, это всегда шикарный подарок. Нет, это просто замечательное знание, когда я начал смотреть, а там столько всего для себя, ну уж явно, авиации, как говорится, достаточно глубоко. Но вот это глубокое погружение в небе, оно гораздо глубже, чем я бы... Вообще, мы тут около микрофона. Я бы хотел, чтобы Артур немножко сказал, потому что это... Кроме того, что он летчик, истребитель, в моем понимании, то, что он делает, это глубоко инженерное дело. Вот, не просто... Сегодня поставить камеры, все так считают, гоупрышку поставить, но когда посчитать надо температуры на сверхзвуке, или температуры в стратосфере отрицательные и так далее, он этим занимается, и то, что, ну вот, те съемки именно, которые производит он благодаря своим расчетам, своим инженерным мыслам, их больше никто не делает. Артур, скажи пару слов. Ну, я, пожалуй, скажу, в чем особенность этой книги. Ничего особенного в этой книге нет. Здесь просто... Просто я делюсь опытом воздушных съемок, которыми занимаюсь больше 30 лет. Ну, в общем, начало было, когда я еще летчиком был. Это были первые попытки съемки... Это группа советских войск в Германии. В ГСВГ, да, в Германии я служил. Кстати, мы в одном гарнизоне с Викторией Радзишевской как раз служили. Я их заменил в артислаге. Ну, в общем, я там начал, ну, можно считать, 88-й год. Это начало воздушных съемок, но это первые попытки были. Здесь на задней обложке книги, кадры, я считаю, что это начало профессиональной работы в этой области. Когда меня в начале 90-х пригласили, который сейчас РСКМИК называется, было тогда МАПОМИ, Московское учебно-производственное объединение вместе с конструкторским бюроем и канатом. А тут началась профессиональная работа воздушных съемок. Конечно. Саркисян, Михаил. И тогда я это занятие поставил на более профессиональную основу, с методикой, с собственной методикой разработал, о чем в этой книге тоже есть. Ну, в общем, в книге, книга состоит из трех глав. Первая глава – это как альбом. Эта книга не совсем книга-альбом, это именно больше книга, чем альбом. Потому что здесь тексты, здесь комментарии, короткие истории, наиболее интересные истории этих фотографий. Поэтому здесь все вместе с текстом нужно смотреть. Здесь в книге есть страница, где некоторые летчики-испытатели, ну, в частности, Михаил Беляев, шеф-пилот Миколиана, Власов, Павел Власов. Ну, многие знают, потому что я, многие кадры я делал здесь с ними. Я хочу сказать, что эта книга, не только моя заслуга, это коллективная работа, потому что без губинки, без витязей, без стрижей здесь половины книги не было бы. Здесь я привожу как раз опыт этой работы в воздушных съемках. Здесь вся эта методика, классификация воздушной съемки. И так как я два года работал штатным фотографом и оператором в пилотажных группах «Стрижи» и «Витязи» в Кубинке и в Вязме с пилотажной группой «Рус». Поэтому в этой книге очень много пилотажных групп и многое другое. И испытательные полеты, и просто красивые съемки. Ну, в общем, здесь кому интересно просто может полистать, кому интересно заниматься воздушными съемками, здесь нарисовано, как этим заниматься безопасно и с хорошим максимальным результатом. Что здесь еще примечательно? Первая глава фактически состоит из съемок, сделанных на пленочных камерах. Но если кто не знает, что такое снимать на пленочной камере, это 36 кадров на весь полет и все в ручном режиме. И здесь вторая глава книги. Здесь много эксклюзивных кадров, но они остались эксклюзивными, потому что эти полеты прекратились. Я имел просто доступ к съемке в стартосферных сверхзвуковых полетах на авиабазе «Сокол». И поэтому здесь есть много таких кадров. В частности, и обложка книги тоже эксклюзивная. Это единственный кадр, который снят с наружных камер в стартосфере на истребителе. То есть у нас международный скоростяк, да, здесь 19 тысяч высота. Ну, в общем, здесь я делюсь опытом и показываю, чем я занимался вообще за эти 30 лет. По сути, здесь 5 профессий в этой книге, чем я занимаюсь. Вот так получилось специально. Такой тем не было, но так получилось. Ну, и здесь Николай Анисимов тоже попал мне в эту книгу. Когда мы на крыльях Пармы, Капанина выступала, Анисимов комментировал. Я транслировал. Я делал проявленные трансляции. Кстати, здесь тоже вот есть в этой главе, во второй главе, как это делать. Как транслировать с истребителя на экран зрителя. И поэтому, ну, и этот экземпляж как раз для Николая Анисимова. Коля, спасибо тебе, Берган, за купление. У Коли есть песня «Я летчик». Я вот хочу сказать, Коля, ты больше, чем летчик. Артур Саркисян. Легендарный Артур Саркисян. Где-то у нас, в конце концов, все равно наступит антракт. И книгу, и также и мои диски там, они, их можно будет приобрести там вот на входе. Но мы немножко еще продолжим. У нас в данном тракте есть время. Я хотел бы, ну, уже так немножко, мы так отвлеклись немного в сторону. И хотел бы еще немножко рассказать. Ну, не рассказать, а сегодня на концерте, я же говорю, вот меня тут по-другому никак не сделаешь. Свет в глаза. Да, я не всех вижу, но на концерте сегодня присутствует Александр. Отчество, не знаю, но такой выдающийся человек. Он уже в этом году, ну, скажем так, на винтокрылое налетал в машине более двух десятков часов. И буквально вчера у него был день рождения. Ему исполнилось восемь лет. Ну, 20 часов он налетал со своей бабой на автожире. Вот, но там такие родственники. Дедушка у него полковник воздушно-десантных войск. Другой дедушка капитан первого ранга. Повторит, что этот Саша, она, вот, иди сюда. Иди сюда, тот, кто налетал уже 20 часов на автожире. Вот. Ну, я не знаю, я думаю, что когда этот парень вырастет, он будет летать уже на таких больших самолетах. Как, к примеру, из его любимой песни «Медведи» на Ту-95. Ну, специально для тех. С днём рождения! Давайте этого парня поздравляем. Повторяем девушкой на полёт. На полосе корабль замрёт. На исполнительном, а молитва всё по карте. Принты все восемь на упор. Разбег, отрыв, вираж, набор. А все проблемы мы оставим там. Оставьте. Маршрут проложен не на глаз. Мы верим штурману на вас. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как ползони лет назад, бомберы словно на парад. Идут на север, чтоб потом уйти за пугал. И словно лидерный наш борт сопровождает нас и спорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют. И все в бегах летят в Атлантику. Российские медведи летят. В Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжён. Болтанка нас не бережёт. Похода дрель. И народа из глуши засветки. А в фюзерляже револьвер. Он производства СССР. Сказали приенкисы, что русская рулинка. И вместо радостных вестей, кармана лошадь про гостей. У плоскостей повиснет пара супа стадов. Они ведь тоже напроломы, чуть не в блистерном крылом. Такие борзые, как правилы штабов. Но не изменит курс и борт. Хоть и наглеет наши скорб. Мы посылаем их домой, к любимым леди. И где-то в натовских штабах, шифровке, стройчат в ВВХ. Пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. В Шарбаке на ней нет дороги. Он для нас, как все на стопы. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх. Авианосец на волнах. А не найдем, как все задания без толку. И крик. Я вижу, командир. Вдруг разорвет ли мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертовь гнется, адмирал. Разнос устроить я брал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Коснет нам криками и скорб. Пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. Гонят в штабах, дадут отбой. Лишь будут спорить между собой. Когда опять придут в Атлантику. Медведи придут. Ой, придут в Атлантику. Медведи. Мы на свидание идем. Друг друга с танкером найдем. И семь поток сойдет. Но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим. Мы каждой тонной дорожим. А турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет будет устал. Он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвенея. Отцы летали там до нас. Но если дали нам приказ. Мы обязательно смогли. Ведь мы умеем. И экипажен просто смог. И пусть усталость болит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе. Что нас совсем не клонит все. Не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики. Медведи пришли домой. Медведи идут в разволочку. Медведи домой. Медведи, 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 медведи. Медведи, медведи, медведи. Маша Агаси. День сегодня не задался. Я честь было не проспал все. Вроде не будили мы вчера. Зацепил, разбил будильник. Как любимый подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра. С дуру видно спал заранку. Зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша. Что мальчишка весь папашу. Точно летчик, без царя в башке. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы. Нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу. И за это он мне вставит. Да что ж такое нынче поутру. Мне в санчасти пульс проверят. И давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка. Цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно. Здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался. В же зелёдном прописался. Но уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю. Краншасси на выпуск ставлю. Где тук-тук? Не слышу под собой. Лампы красным семафором. Мне кричат с манели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Бетховен. Па-па-па-пам. Блин, сегодня явно тень не мой. Вниз доклад в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись. Танцевать я в небе, ринус. Перегрузки в плюсы и минусы. Знакопеременно, всё как жизнь. И совсем небережливо. Самолёт я в хвост и в гривы. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица. Нам с тобой нельзя убиться, Маша. Мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону. Хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Фу, дают, ты слышал, милый. Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой ещё летать. Ты сейчас мне всех дороже. Я тебе, наверное, должен. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждёт меня и Маша. А тебя ждёт техник Маша. Нам никак нельзя их подвезти. Нам никак нельзя их подвезти. Прочь фонарь, мы на глисаде. Мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себя оставь. Ты этот трактор пронесёшь там. В вырождении уткнёшься. Борозду на грунте пропахав. Снег кругом. Но мне так жарко. Здравствуй, скоро я пожарка. Доктор снова кружка, спирт, глоток. Чёртый командир бусни располкает всех. Обнимет. Что-то намекнёт про родинок. Па-па-па-пам, па-пам, па-пам, па-пам. Пошутел небось про родинок. Начинался день, как кома. Но посвистывая к дому. Улыбаясь, дую налегке. А Ванька мне доложит, Бойка. Что исправил волна тройку? Горизонт выходит из пики. И меня обнимет. Маша принесёт. Борщайка жу. Нам твоим по рюмочке нальёт. Как бы кто-то ни старался. День сегодня всё ждался. Мы вернулись. Я и самолёт. Как я сильно не старался. День сегодня всё ждался. Мы вернулись. Я и самолёт. Мы вернулись. Я и самолёт. Спасибо. У меня тут недавно была... Ну, сравнительно недавняя командировка. Ну, почему сравнительно? Потому что я до сих пор ещё репортаж. Я сегодня вот писал. Пока я ехал в Сапсане из Питера в Москву. У меня долгие копирицы по телевизионной теме. Но это я про программу Смотр НТВ. Мы работали в Крыму на аэродроме Саки. Там находится комплекс такой, нитка. Авиаторы знают, что это такое. Это тренажёрный комплекс для лётчиков палубной авиации. И работали там вот. Зацепы выполняли свои первые в своей жизни молодые лётчики. Палубники. 279-го корабельного истребительного авиаполка. Вот именно их мы снимали. Потом уже улетели. Пришёл сотый полк туда. Ну, я не буду говорить, что это уникальная работа. Потому что она действительно уникальна. Палубников меньше, чем космонавтов в нашей стране. Вот. И что-то я вдруг вспомнил про одну песню в этой связи, которую я крайне редко пою. Песня не моя. Хотя я немножко там в словах поучаствовал. Это песня моего близкого-близкого друга Миши Калинкина. Посвящённая нашему общему другу. К сожалению, у вас с нами нет. Сергей Николаевич Мельников. Герой России. Лётчик-испытатель заслуженный. Который... Ну, это для палубной авиации легенда. Вчера вот ко мне несколько палубников приходило на концерт в Питере, который сейчас учится в Академии Военно-Морского Флота. Они его помнят. Много историй. Мы брали у него интервью. Когда-то, ну, действительно такой человек. У меня с ним много связано. Ну, песня не моя, но... Опять же, повторюсь, я поучаствовал. Называется она «Мельников». Свою лётную дорогой Толкнув железный пароход С трампли на Мельников Серёга Идёт стремительно на взлёт Повыше вверх, поближе к краю Повыше вверх, где кроме неба Ни хавок И солнце близкое Играет Снамограмма Блистери его Пая на кнопочки Потрога И отыскавший Нужный тон Выводит на небо Серёга Сухого Двадцать восемь тонн И он пронзит любые дали И разрешит любой вопрос И долетит он И завалит И третий свой Зацепит трос Жил он наочень Для любой серьёзной нации Что по земле шагает Собственной дорогой Иметь немного Корабельной авиации И мужиков таких Как Мельников Серёга Иметь немного Корабельной авиации И мужиков таких Как Мельников Серёга И наблюдая за разбегом Все останавливают речь И поднимают взгляды в небо И распрямляют крылья плеч И чувство старое накроет А куда он летит легко Что мы страстовой страна героев А не приюты для тураков Летит прекрасной Синей птицы Что всех сильнее и умней Которой можем мы гордиться В любой Саморской стороне Сквозь нашей жизни Без надюгу Над суетой чепухой Взлетает Мельников Серёга И самолёт Сухой Желанно очень Для любой Серьёзной нации Что по земле Шагает Собственной Дорогой Иметь немного Корабельной Авиации И мужиков таких Как Мельников Серёга Иметь немного Корабельной Авиации И мужиков таких Как Мельников Серёга Субтитры создавал DimaTorzok Желанно очень Для любой Серьёзной Нации Что по земле Шагает Собственной Дорогой И иметь Немного Корабельной Авиации И мужиков таких Как Мельников Серёга И иметь Немного Корабельной Авиации И мужиков таких Как Мельников Серёга Спасибо Спасибо Ну раз уж прозвучала Маша раз то должно же быть и Маша два Как я всё время говорю так в этих титрах фильмов написано Основан он на реальных событиях Все совпадения и фамилии совершенно случайны Но тем не менее имели место быть Эпигриев Обратно пишу вам Любезная Екатерина Матвеевна Поскольку выдалась Свободная минутка И разнежился Я на горячем солнышке Будто наш Кот Васька На заваленке Сидим на песочке Возле самого Синего моря Ни в чём беспокойства Не испытываем Солнышко здесь такое Аж в глазах белого Ещё хочу сообщить вам Дислокация наша Протекает гладко В обстановке Братской общности И согласен Идём себе по пескам И ни о чём таком Не вздыхаем Так что и вам Зазря убиваться Не советую Опрасно это Сонять Привет, моя любовь Родная Маша Сижу в роскошной кимбе У оконца И как товарищ Сухов В белом солнце Пишу тебе в уме О жизни нашей Привет тебе, моя родная Маша Здесь точно солнце Белое пустыня Живём спокойно Иногда летаем А так всё Загораем Отдыхаем Здесь апельсины Вкусные И дыни И солнце Маша Белое пустыня Как лагерь пионерский Распорядок Кино, концерты Всякие артисты Спокойно здесь Уютно всё И чисто Полиция следит Что был порядок Вот лишь война Не любит Распорядок На женщин Янине Халки позваться Медсёстры Маша Могут здесь Пороже Отряды Их медицинские Огорожены И те же Не обманывают Братцы Забор такой Чтоб Ни мне Подобраться Не подобраться К ним Никак Здесь не устроить Ужен Со свечами Шалят У нас Тут Маша Бармалеи И так Не спим А эти Блин Злодеи Игрушки Запускают К нам А ночами Со всякими Опасными Жаль ночью поднимают, вот досада Когда кому-то станет слишком жарко Тогда нам срочно грузятся подарки А мы их разгружаем там, где надо За это где-то раздают награды Награды где-то выше ожиданий Они для тех, кто на день прилетают Построят, пошумят, повоспитают И дырочку на грудь без глибаний А мы привозим дырочки за задание У нас вчера здесь был концерт в ангаре А Низимов нам пел, про нас немало Мы же прикольные, только в плен попал он Полиция здесь, как всегда, в ударе Нашли там у него коньяк в гитаре А у меня бы не нашли Артиста где-то заперли поспешно Нам указали место по секрету Стояли насмерть красные переты Но был певец освобожден, конечно, Прошла вся операция успешно. Потом разборки, словно мы из НАТО, По полной все по шапке получили. Но главное, артиста мы отбили, И значит, он еще споет когда-то. Ну а пока нам вновь лететь куда-то. Одну команду дать войне, отставить, Налить борща и выпить чару водки, А на закуску, эх, с лучком селедки, И песенку про летчика поставить. Мне это, Маша, трудно и представить. Привет, моя любовь, родная Маша, Сижу в роскошной кимбе у оконца, И как товарищ сухого в белом солнце, Пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Спасибо. Ну, как-то здесь у нас уже вблизи тракт. Да, там очень весело. Я, честно говоря, после тех событий, Которые имели место быть, Сказал, я больше сюда не ногой, Обиделся. Но после этого все-таки в жизни так верно было. Не все так действительно весело, к сожалению. Не знаю, есть здесь в зале, Вот хотела приехать Ирина Медведкова. Есть, нет? Есть. Ира, спасибо, что приехала. Еще собиралась приехать Валентина Кружалина, Жена Саши Кружалина, Героя России по смерти, моего друга. Я все время их называю женами. Я уже об этом говорил, они вдвоем. Муж Ирины тоже, вот. Это был октябрь 2017 года. Су-24, это Юрий Медведков и Юрий Копылов, штурман. Они не вернулись до его задания. Я к чему это все? Песенки иногда веселые, Но действительно не все всегда весело. Ира, держись. В общем, спасибо, что действительно ты приехала. Следующая песня, я бы хотел посвятить ее, действительно. Она про ту машину, на которой Юра летал. И была у меня на концерте когда-то в Черняковске. В далеком уже, по-моему, 14-м году перед Новым годом. Ну, я всегда говорю к этой песне одну фразу. Никогда не надо сдаваться. Воздух августом разглавлен, Обратитель в тучи бегства. Под завистку ее заправлен, И подвешенных все средства. И лептит сирена. Поет, опустили как бониры, Пахнет в воздухе войною. Пацаны, значит, мира не до мира. Миру явно не до мира. И че, видимо, до ночи День тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен Под военные задачи. Коль, как большие лица Не нашли для мира повода, Не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною на равне Эти двое, что во мне В ремече на всех часах. Только стрелка мне решить, Сколько нам летать и жить Наши судьбы на лесах. Где там небеса? Нам троим адреналина Добавляют неизвестность. Не шалея керосина Я обрезаю местность. Где-то рядом неприятелем Мне сейчас не до капризов. Крочем главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам последний к нему друмам Огрызается поверхность. Контенгин от шипцерам непромов Повышает нашу светлость. И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем Через небо на пролом Как на рваных парусов. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на лесах. Ах, где нам небеса? Живой, оба, не убитый Хоть по мне глупина точно И орет им тетерит Чтоб на пусть их вышли срочно Эти двое, как на менее Велика цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Так хочу я вас, Кадыгрю Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меня из тревогидности Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочемся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся Обязательно вернемся Мы вернемся Вернемся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтобы не было Держись И тогда не смерть, а жизнь Перевисит на лесах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Спасибо Переволв Я напоминаю Замечательная книга Альбом Артура Саркисяна Сейчас там продается Автор здесь распишется Обязательно ставит автографы Диски мои Я такой хитрый Я там заранее написал На память от автора И автографы поставил Если кому-то надо Написать имя Я это тоже сделаю Вот И еще хочу сказать Что уже сейчас назначен Уже, ну Началась продажа На мой концерт 23 февраля Традиционный Ко дню Советской армии Военно-морского флота Уже можно покупать билеты Которые будут дешевле Чем в интернете Ну и отдыхайте Друзья Артур Саркисян Вынужден уезжать Прямо сейчас Скоро Через несколько минут В командировку Поэтому Те, кто приобрел книги Можете подойти И он с удовольствием Оставит для вас автограф Спасибо Спасибо Спасибо